МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. За Соединенные Штаты Америки президент Ричард Никсон. Заключенные соглашения должны способствовать сдерживанию гонки вооружений, который создает угрозу ракетно-ядерного конфликта и отвлекает от созидательных целей огромные средства. Эти соглашения основаны на признании принципа одинаковой безопасности сторон и никому не дают односторонних военных преимуществ. В тот же день в резиденции посла Соединенных Штатов Америки в Москве президент Никсон и его супруга дали обед в честь Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства. На этом обеде Алексей Николаевич Косыгин сказал, «Мы хотели бы выразить глубокое уважение к великому народу Соединенных Штатов Америки, с которым советский народ желает жить в сотрудничестве и мире. Мы просим президента Никсона по возвращении домой передать, что это наше искреннее и серьезное желание». Гости советской столицы, побывавшие здесь раньше, признавались, что не узнают Москвы. Столько всего построено за последние годы. Действительно, размах жилищного строительства огромен. Каждый день 400 новых квартир, 400 московских новосельей. Метрополитен – самый удобный, самый надежный вид городского транспорта. Более 4 миллионов москвичей пользуются его услугами каждый день. 91 станция и в центре 7-миллионного города, и на былых окраинах, где возникли по существу большие новые города. А этой улице несколько столетий. Кузнецкий мост. Здесь расположен центр советской моды, общесоюзный дом моделей. Его посетили Патриция Никсон и Виктория Петровна Брежнева. Дорогие войски, мы рады приветствовать вас. На Западе хорошо знает искусство московских модельеров. Их работы не раз завоевывали награды на международных выставках и смотрах. Неизменной популярностью пользуются русские меха. Субтитры создавал DimaTorzok Гостя из Америки посетила также хореографическое училище, где, это можно сказать с уверенностью, сейчас учатся завтрашние звезды прославленного советского балета. Это хореографическое училище, которое в будущем году справит свое двухсотлетие, открыто при Государственном Академическом Большом Театре Союза СССР. В Америке отлично знают высокое мастерство артистов Большого Театра. Он не раз давал гастроли за океаном и всегда с триумфом. Субтитры создавал DimaTorzok На сцене Большого Театра балет Чайковского «Лебединое озеро». Главной партией исполняют Наталья Бессмертного и Александр Годунов. «Лебединое озеро» «Лебединое озеро» «Лебединое озеро» «Лебединое озеро» Город белых ночей, воспетая в поэзии полуночное чудо. «Ленинград» «Ленинград» «Один из прекраснейших городов Земли». «Ленинград» 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 Президент Ричард Никсон в городе на Неве. В городе, которому было суждено стать колыбелью Великой Октябрьской социалистической революции. Через эту арку в памятную осеннюю ночь 1917 года шли красногвардейцы на штурм Зимнего дворца. Грейсер Аврора. Залп его орудий возвестил о рождении первого в мире социалистического государства. Ленинград. Город-герой. Во Вторую мировую войну город пережил 900 дней блокады. В огненном кольце, израненный артиллерийскими обстрелами и бомбардировками, Ленинград проявил чудеса мужества. Заводы продолжали работать, солдаты сражаться. С врагом бился весь город. Пискаревское мемориальное кладбище. Здесь похоронено более 400 тысяч жителей Ленинграда. Пискаревское мемориальное кладбище. Пискаревское мемориальное кладбище. Пискаревское мемориальное кладбище.